По тем временем страна готовится к внеочередным президентским выборам, назначенным, напомним, на 25 мая. Уже известна сумма, которую государство собирается потратить на их организацию. Это 1 миллиард 965 миллионов 500 тысяч гривен. Это приблизительно 196,5 миллионов долларов. Востолька оценил специальную бюджетную программу проведения выборов президента Украины на 2014 год Центр-Избирком. А собственно, состязание вероятных, но пока не зарегистрированных кандидатов началось в тот же момент, когда Верховная Рада отправила в отставку Виктора Януковича. Наверное, о виной ситуации президентская гонка была бы самым ярким процессом в украинской политике, но события последних недель в Крыму и на Юго-Востоке затмили ее довольно вялый старт. И все же, кто среди претендентов? Лидер удара и почетный чемпион мира по боксу Виталий Кличко о себе, как о возможном президенте страны заявил с парламентской трибуны осенью прошлого года. Своё намерение повторно озвучил в день старта избирательной кампании. Председатель Батьковщины Юлия Тимошенко заявила, что пойдет на президентские выборы, едва вышла на свободу 22 февраля. Довольно смелым, учитывая непростые обстоятельства жизни и деятельности в последний месяц, было намерение участвовать в выборах президента, высказанное Харьковским экс-губернатором Михаилом Добкиным. Возможно, статус зарегистрированного кандидата может стать для Михаила Марковича своеобразным политическим бронежилетом. Лидер радикальной партии народный депутат Олег Ляшко заявил, что пойдет на очередные президентские выборы еще летом прошлого года. 25 февраля он подтвердил, что примет участие в выборах внеочередных. А 5 марта радикальная партия выдвинула его, как и положено, на партийном съезде. Лидер правого сектора подтвердил заявление однопартийцев о своем участии в борьбе за президентский пост лишь вчера. Правый сектор тоже готовит съезд, где оформит желание Дмитрия Яроша надлежащим образом. Партия регионов, согласно прозвучавшим заявлениям, будет определяться с новым руководством и кандидатом, которого поддержат в конце следующей недели.